ПЕСНЯ 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 ЗНАЯ, ЧТО ТЕРМИНСКОЛЮБИЕ ВИМЕТ НУЖДУ В СТРОГОМ ОВЛЯЧЕНИИ. ПЕСНЯ 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 Если они хотят искать славы, и таким образом стыдит их следующую речь. Некоторые люди, имея начальство, величаются тем, как будто им самим принадлежит нечто великое. Но любить начальство есть страсть языческая. А мои ученики и узнаются по смирению, и за смирение приемлю честь. Посему, кто хочет быть большим, тот должен служить и последнему, ибо в этом состоит высочайшее смирение. Это я показал на себе самом, когда, будучи владыкою и царем неба, смирил себя самого, чтобы послужить для вашего спасения. И при том так, что и душу мою готов отдать для избавления многих, то есть всех, ибо все суть – многие. Все толкование. У кого есть что-то спросить, добавить, поднимай руку или встань, чтобы не молчать, но время-то идет. Если нечего сказать, почему нечего сказать, когда вы видите, что все не так идет. Тут нельзя молчать, договорить. Большего словолюбия, почести, чтобы его видели, нигде нету, как в религиозной среде, среди начальствующих. Это с первого дня, вот оно где идет. Почему, когда избирали патриарха, они пошли путем, каким тихо на избирали. Три кандидатуры. 286 человек, допустим, голосуют. Самое большое число набрал Антоний Харповицкий. Это основатель русской православы за убежьей церкви. Меньше всех – Тихон, Беллавин, по мере его. Ну вот три теперь. Теперь три бумажки написали, там или как скрутили. В шапку или как, в сосуд какой. Кто вытянет? Кого вытянет? Самого старого, с хи, с хи Архимандрита, нашли Алексея. Привезли его, он слепой. Залез рукой, пошарился, помолились, тряхнули десять раз. Руку застал. Считай. Протидиаком берет еще не знаю. Самый голосистый считает. Патриархом быть и на Руси. Тихон. А он меньше всех набрал. Патриарх Кирилл, почему на это не пошел? Сколько теперь это будут? Сколько будет жизни на земле? Сколько будет? Почему? А заранее в Кремле уже все утвердили. Кому быть? Один кандидатуру сразу снимает, остается два. Это что, секрет? Это все написано было. Я не имею против Кирилла ничего. Но у меня были знаменитые такие протеереи. Там, встречи с епископами, когда... Говорят, поминать не хотим Кирилла. Незаконным путем пришел. Почему? А потому что здесь уже ничего не сделаешь. И бросили жребий. Апостола, когда иуда-то не было. Бросили жребий. Мы не знаем, как. Но жребий вот так вот. Слепого. На ногах не стоит, привезли. Руку протянул, там дрожал, может. Вытянул, никто не знает. Разворачивает, никто не знает. Он развернул, считает, знает только один протодиакон. И он не спрашивает, а что меньше всех голосов считать? Он не спрашивает, он сразу его запил. На Руси избран патриарх Тихон. И Тихон не знает, сидит. А здесь заранее уже знают. Почему? С властями. Дальше условия какие поставили? А когда избирали людей, которые делили пироги правильно, и то изведанно. Исполнили Духа Святого. Здесь нет. Обязательно высшее образование религиозное и мирское должно быть, видимо. Вторая. Не меньше там 25 лет, сколько стажа, административная работа. А какое отношение-то имеет к спасению? Ну и с властями. Ну и в КГБ работал, чтобы лет 15-20, чтобы у него там генеральское звание было. Видимо, это. У него КГБская кличка Михайлов. Это все-все опубликовано. Опубликовано не в интернете только. В документах. Документировал отец Глеб оттуда брал документы, когда был допущен работать с архивами КГБ. Московская патриархия так и называлась пятна отдел КГБ. Чтобы за границей в то время выйти, это надо быть каким было при советской этой власти? А он же выдвижение в то время Ротова, Никодима. И где это есть? Нигде. Златоусы об этом говорили. Василий Великий говорит. С чемодан денег, с чемодан, полный чемодан денег ездит, чтобы только поположили в епископа. Избирает заранее, кому сказали, избирает. У него одежда уже сшита. Ну что-то случится, бывает, померы. Там не хотел быть или что, не думал быть, а уже все готово. Обман один. А почему? Папа Римский называет себя раб рабов. Такого звания нет. Но он, раб рабов, везде подписывается. Раб рабов. 12 миллионов на костер подняли. Это раб рабов? Ну так, что договорить надо до конца. Не тем путем пошли. А путь какой? Смирение. Смирение, служение. Служение это привести людей на небо. Студенты. Не какие-то студенты, семинаристы. Поют в церкви. Спрашивают, о чем сегодня считалось. Собеседить не может. А я что, понимаю, что ли? Почему на церковном славянском идет? Почему весь католический мир на латыни? Мусульман на арабском. Ничего, ни одного слова не понимают. Ну хоть слава отцу и сыну понимаем. Аминь, Аллилуйя. Господи помилуй. Да вообще ничего не понимают. Послужи, переведи. Уже все переведено. Служба давно переведена. Ее не пускают. Феофан Затворник говорит, сегодня, завтра, ну, рано или поздно надо переводить. Народ-то не понимает ничего. Стонет народ. Народ-то весь в революции пошел. А почему? Слава. Охраняет собор. Стоит Красная Армия. Епископ проходит и говорит, да разве так вас учили, чтобы вы расстреливали 17-й год? Он говорит, да нет, что мы считали Евангелие. Мы только крышку целовали. Вот это для меня был душ. Крышку целовали. А крышки могло и не быть. Достаточно одного листика. И сегодня патриарх выступил. Вот 22 сентября. С жезвами стоят игумены и игумени с крестами. А там патриарши жезвы. Вы все захватили это. Погремушками занимайтесь. Погремушками. Первым делом сейчас только вернетесь. А сейчас сбор игумен. 400 человек было игумены и игумени. Патриарх Кирилл сказал, чтобы ни одного жезла этого не было. Возьмите деревянные палки. И на этом все. Это не словолюбие. И он не награждал. Они сами делают. Греческие монахи показали, что есть шапки такие круглые. Камелатки. Их не было в России-то. Как, говорят, начали шить. До утра сидят монахи. Шили и шили. Каждый щит себе. Жезл. Жезл кому положен? Епископу. Это епископская власть. Вот заметьте, когда с Гитлером идут рядом, если фельдмаршал, у него жезл. Ему надо, не надо. Он за палочку держится. Мы сидели здесь с митрополитами. Я говорю, она палочка там. Зачем? Если она пустотела, червяка вытащить из Китая. Шелкопряда. Таким путем вывезли оттуда. Зачем он? Когда ты никого не можешь забрать. Никого. Ни для чего? Это знак власти. Власть какая? Созидать, не разрушать. И мы должны сказать, когда он говорил, это все уже было. Это стон стоял. Янгратоуз был смелый, да, смелый. Но я вам сказал, никого не боюсь так, как епископов. Словолюбие. Не по мне, убить. Я все вспоминаю. Когда я искал братьев долгих, патриарх приехал, Александрийский, православный. И сказал, найти. Наняли воинов, напоили. Они пошли по пустыне. У вас есть братья долгие? Нет. Сколько вас 70? Начальник. Выничтожили. 10 тысяч монахов зарезали. Это что такое? Православных. И вот в этот надо пункт зайти. Ты приближаешься к страшному порогу. А если не так? Депутаты говорят, если ты не будешь поддерживать, лоббировать эти интересы, тебя сожрут, отравят, убьют, взорвут. Что такое быть депутатом? Как они себя показывают? Все решат, все вопросы, все будет полно. Пустите коммунистов в власти. Вот оно откуда идет. Просчитал и сразу попятился назад. Господи, помилуй. Как же это так? Как это мы могли до этого дойти? Вот и все тебе вся молитва. А потом это молитв Господь. Дай настоящих пастырей истины, неславолюбцев. Чтобы работали до пота. С двадцать девятого по три четвертой стихи. И когда выходили они из Великона, за ним следило множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас, Господи, сын Давида. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, помилуй нас, Господи, сын Давида. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, чего вы хотите от меня? Они говорят ему, Господи, чтобы открылись глаза наши. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Слепцы, слыша о Христе, познали Его, и узнавши, что Он проходит мимо, воспользовались этим временем. Они веровали, что Иисус, происшедший от семени Давида по плоти, может исцелить их. Исцеляет Он их прикосновением, дабы мы знали, что всякий член Его в Святой Плоти есть член животворящий и божественный. Правда, Лука и Марк говорят об одном слепце, но от всего не выходит разногласие, потому что они упомянули об известнейшем слепце. Или иначе, Лука говорит, что Иисус прежде входа в Иерихон исцелил слепого, а Марк, что после выхода из Иерихона. Матфей же для краткости упомянул об обоих вдруг. Обратив внимание на то, что слепые были язычники и исцелены от Христа мимоходом, потому что Христос пришел главным образом не для язычников, а для израильтян. И как слепцы познали Иисуса по смуху, так и язычники уверовали во Христа отслышанья. Запрещающие же слепцам призывать имя Иисусова суть гонителей и мучителей, которые покушали запрещать проповедь церкви. Но она еще более исповедовала имя Христова, а потому и получила исцеление. Узрев ясный истинный свет, не стала последовать Христу, подражаемому своей жизнью и комментарии. Люди могут переменить свою жизнь, уверовать во Христа только через проповедь Евангелия. Священник на исповеди должен не просто слушать перечисления грехов, но в первую очередь расследовать, как этот человек оказался в церкви. Было ли у него истинное обращение ко Христу, рождение свыше. Вера не может быть спасительной, если она передается просто по наследству. От еврея может родиться еврей и от елена елен, но от христианина христианин родиться не может. Он должен им стать лично сам, у верового Христа, приняв его в свое сердце, как лично своего им избранного спасителя. Большинство, свыше 90% прихожан православных храмов обращены не через священное писание, а через посещение храма, через сновидения, чудеса, болезни, через завещание родителей, через чтение каких-то книг далеко не православных. Этим людям все нужно начинать сначала, уверовать через Евангелие. Не быть альпинистами на чуждых горах, но взойти ко Христу через Голгофу. В современной литературе практически не встречается описание случаев рождения свыше православных пастырей. Их встреча со Христом, как это было у Савла. Доколе не будет установлен абсолютный, непривлекаемый авторитет Библии, до тех пор в людях будет не евангельская вера, а основанная на вымыслах и предрассудках, на обрядове вере. Такая вера, конечно, никакой рай не вводит, ибо она не евангельская, не Христова. Уверовали во Христа отслышание. Проверим себя, так ли мы уверовали. Если не отслышание Слова Божия, то это беззаконное зачатие, семя прелюбодельное. Зря только дворы храмовые топчут. Точка опять жирным. Уверовали во Христа отслышание. Почему, интересно, не поставили это правило? Уверовать. Уверовать, как написано, вера отслышания. Никак. Вот в любом храме. Несколько священников исповедуют. Подошел, накрыл, и Петрофилю подряд идет дальше исповедуется, причащается у другого, откуда, кто, как. Вообще никак. Главное, что он чаще причащается, чаще исповедуется. А исповедуется-то не знает. Но самое главное не исповедуется, что он неверующий. Разговариваешь о жизни вещи, а какая жизнь? Помнили, все. Да как ты веришь? Ну как, чтобы порядок в семье был, так как. Совершенно неверующие. Неверующие священники, неверующие епископы. Притом ни один, ни два, всеобщее. И как будто никто не видел. То есть перестали верить за огромную жизнь. Ходят в храм, литургия идет, скачет по дороге. И тогда Бог усыпляет семь отроков, которые проснутся через столетия. И они тогда будут доказывать, показывать, что вот мы были, мы знаем, мы видели. Это о эфетских семи отроках. Перестал верить народ, перестали верить священники. Сегодня таких людей масса в храмах. Ходишь, веришь, веришь. Ну а как вот, чтобы жизнь вечную иметь? Какую вечную? Да кого что ты веришь? Я православный, я не сектант. Он же не сектант. А сектанты верят в жизнь вечную. Умирают, идут, на голову. А это нет, я что? Я хожу в храм, батюшка мне отпускает грехи. Я говорю, да вот Евангелие. Вы что, сектанты? Дома видно, гулянка идет. Я сказал, а я исповедуюсь. У меня духовник есть. Я говорю, ну патриарх говорит об этом, что необходимо, чтобы в каждом доме было Евангелие. Да пошел ты со своим патриархом. Это православное. Мы ходили по квартирам, тысячи квартир прошли. Единицы, которые верят. У меня духовник есть, когда надо, я причащусь. Веры нету, Евангелия нету. Евангелие, зачем мне Евангелие-то? Я сказал, а у меня есть духовник, я исповедуюсь. Все. Вот мы догоняем, идет женщину по уровню. К шарщину едем. Я говорю, Игорь, притормози. Он здесь, знаешь. Я вперед ее, Игорь, мы к вам едем. Вот Евангелие. Я киржачка. Какое Евангелие? Я говорю, Евангелие Христово. Ты что, не слышишь? Я сказал, я киржачка. Иди отсюда. Стиктанты. Евангелие какое-то придумали. Это надо довести людей. Это из поколения в поколение. Мы говорим о миссии. Миссия-то внутри тебя должна быть. Обратись сам. И Бог тебе откроет глаза. Как эти слепые кричали. Мы слепые. Вот они и вопили. Да замолчи ты. Не могу молчать. Охота мне свет увидеть. Ведь это же в духовном плане. Посылают посыльных. Зовут им голову разбивать. Кого-то убили. Матфея 20-й главу читали сегодня? О чем речь-то идет? Это наша миссия. Тебя будут гнать, бить. Дворкиных еще много в стране. Сектант. И все кончилось. А он не сектант. Он же Дворкин. Он не сектант. Он ходит, исповедуется часто. Причащается. Мне один пишет. Мы с товарищем часто исповедуемся и причащаемся. Ну, не можем удержать. Опять в блуд впали. Но скорее к священнику исповедовались, причастились. Потом опять в блуд в следующую неделю. Когда в блуд, отключают на 7 лет минимум. Меньше нету. А священник знает. Так я же говорю, я исповедовался. И допускают. Но он говорит, это как лекарство. Это необходимо. То есть все перевернуто. А если мы сделаем так, как священник говорит, поить пяти мидок, то никого в храме не будет. Да зачем тебе храм-то? Кормушка. Мы не просто в беде находимся, в бедламе, огромном, страшном Содоме. Мне не кто-то, а благочинный, говорит, вы ничего не знаете. Вы стоите у порога-то. Сегодня проводят в епископа, только чтобы обязательно был он садомит. Я говорю, обязательно. Таких не может быть. Ты просто ничего не знаешь. Я не говорю, что они такие, но сколько их показано-то. Тихон Шевкунов об этом пишет. Я уж не говорю про Андрея Курайова. А почему? А мы такие. Нам все равно. Нет? Нет. Лишь до сорок, Господи помилуй, от барабана, как дятел на столбе на старом. А ты один раз скажи, Господи помилуй, залей со слезами. Что мы делаем? Это коротенькая жизнь. Глянуть не успеешь, моргнуть не успеешь. Вмика там, мгновение. Соединились ресницы. Все. И ты на той стороне уже. И раз если нет, тысячу лет жить будешь или сто тысяч. Ничего нету. Скажи, я хочу жить по-христиански. И в семье, и везде, везде. Служить Христу. Я это делаю ради Христа. Я знаю, меня будут гнать за эти слова ради Христа. И тогда ты увидишь, как внутри этот огонь будет разгораться. И молчи. Я хотел, я усилился, но в костях моих, внутри, как огонь развитый был. Вы знаете, кто это говорил? Я усилился. Молчать буду, иначе опять получишь по барабану. Ничего не мог. Это означает, что Дух Святой коснулся души. Ты будешь говорить, невзирая ни на какие личности. Он патриарх сегодня президент, а завтра никто. Обама уходит в отставку. Все. Но передатель узаконил, провел по закону сатанизм. Сатана Бог. И теперь в школах ученикам будут олядывать изучать сатанизм. Это сатана в власти был. Хваленая Америка. Везде вмешивались. Самые лучшие, самые передовые страны разгромили, как Ливия. Маадар, Каддафи. Электричество бесплатно. Все было бесплатно. Бесплатно. Банк, если хоть один возьмет взятку, расстрел, хоть один давит процент, под процент, как у нас, тут всю банковую систему расстреляли бы. И его надо убрать. Его убили. Но родится ребенок, только окажется с ним на 75 тысяч долларов, ему сразу на книжку. За границу отправляют. Большую часть расхода берут на себя. Это все было. Так это не христианин, не христианин, мусульманин. А тут сказать эти... У нас избрали тактику какую? В субботу вечером я не пойду на службу. Почему? А правила нет на субботе. А воскресенье есть. В воскресенье приду. До воскресенья два или три дня без причины не было. Отлучается от церкви. Тут я приду. Архиерея приезжает, не приду. Праздник, говорили, в двенадцатый не приду. Почему? Нам нужен закон. А у мусульман этот закон очень строгий. Очень. Поэтому надо молиться, чтобы у нас молитва была искренняя, неосудительная. А вот так, а ты судишь. Я говорю результат того, что мы не знаем. Наиспо не сказать, Библию не люблю и не буду любить. А зачем ее любить? Вот этот грех и надо выдвинуть на первое место. Прочитал, мы слепые, голоса Христа не слышим, исцеления от слепоты нету. Ну и какое отношение мы вообще к Евангелии имеем? Никакого. И тогда понятно, что ты на голом острове выброшенный, теперь ты будешь вопить, спаси меня Господи. Мартиниан, как спасся? На скалу Бог выбросил. И он там никуда не выплывал. Дельфин помог ему, дельфин. Вы знаете эту историю? Проходит сколько-то лет, его нашел. Он что там, рыбу руками ловил или чем. Рыбак один его кормил. И однажды на остров ему выбросила женщину Зою. И он недолго, думая, болтыкнулся и поплыл. Уже силы-то набрался, а Зоя осталась. Рыбак-то всунулся. Мартиниан, а Зоя, а? Он говорит, что вода вина превращает сознание, что мужик, баба не слыхал такого. А вон чем просавался. Там 400, кажется, городов посетил. Пошел везде кланяться. Не пошел на проповедь? Не надо? Зачем? Это житие святых я беру. Не выдумка. Ты это услышал? И восстани. В каком бы положении. Я все думаю. Святые отцы были. Почему они не установили, как мусульман, намаз? Обязательно пять раз на молитву. Чтобы ты ни в дни не боялся, ни в луках. Так, ребята, два часа дня, я на молитву ухожу. Коврик с собой, на колени молиться. Так, время семь часов вечера, я на молитву. В девять. Попробуй такое. Это в монастыре только можно сделать. Да еще половина будут где-то на огороде копаться. У них пять раз на массе. Пять раз. Битва, не битва, на молитву. Автобус идет остановлен, шофер все сидят ждут. Он вышел, помню, как около автобуса. Советское время, в Ташкенте. Пять раз. Попался советский, а то русский. Оттуда приехал сейчас, нажарился на мусульманке. Пил, гулял, не молился. Сейчас не пьет, вроде берет. Ну, почему? Я же ответил, я мусульманин. Ванька, да ты же говорил, ты же не христики. Я сказал, я христианин был. Лукавый. Теперь я искренне мусульманин. Время подошло, два часа, из-за стола встал. У них там какой-то холмик рядом, пошел молиться. Тот же самый человек. В сегодняшнее время, ну можно это сделать было? Можно. И он приехал, и вот тут-то не видят мусульмане. Он один. А то уже внутри его. И дети так же будут ходить. А здесь я не хожу, и дети не будут ходить. Ничего. Ты научись видеть беду, скорбеть и плахать. Господи, с чего начать? И ответ всегда один и тот же. Начни с себя. Начни. Вот у нас верующая деревня. Ну пусть батюшка установит. Ну, семь раз не получится, как Давид пишет. Сто восемнадцать целом, сто шестьдесят четверть. Ну, пять раз. Пять. Не за обед и за обед. Нет, а просто на молитву. Ну что на молитву? Вот мы знаем. Установили у себя три святоя и сто поклонов. Это раз. Ну, хотя бы этот минимум. Серафим Саровский назначил где-то там десять раз богородицу, считать достойным. И тоже неоднократно. Не получится. И он это даже не посигнет на этом. Знаете, что он как? Я комбайн ремонтирую. Куда я пойду? А тот? А у меня гости приехали. А третий? Ну, у меня богороди не выполнят. Калараски жук зажирает все. Причин тысячи. У мусульман не одной. Ни одной. И поэтому нам надо смотреть, как они сумели это сделать. Конечно, там меч в руке. Атрибуты национальной одежды кинжал. Я говорю, а как же? Можешь сейчас подешок, мне нельзя носить. А вот кинжал. А это, говорит, атрибут одежды. К одежде относится. Кинжал. Так, разрешите, я маленько объясню, потому что об этом началось. Я вчера говорил, покажу вам, что мы нашли. Потеряем. На неделе. Вот это как называется? СС. Вот оно, пальцы сюда просовываешь. Вот оно, где свинчатка. И когда дерутся, только она не так надевается, а вот так вот. Вот оно где. Куда больше, меньше тут свинчатка. Здесь еще рожки делают. И во время драки бьет он. Крошит зубы, череп сломает. Она тяжелая. Подержи. Это я ее очистил маленько. Как она по терярку попала? Запомни, как называется. Повтори, кто? Костет. По буту. Костет. И вот нашли. Сварки не было. Сварки нету здесь. Это ковали так. Цепь такую. И как это расковывает, и дальше что получается. И как последнее вот это вот. И дальше вот это ядро. Ну тут уже маленько обломали. И как здесь дыночка, заливается свинцом. И Андрей сделал. А вот это называется как? Вот это как? Как вот эта игрушка называется? Глоба. Глоба. Кистень. Кистень, вспомни. Кистень. А вот это вот, смотри, как шито она. Как тут приделывается. Это сделал Андрей. Дробит, глухонемой. А вот это темляк. И вот дрались, и там написано, откроют. Интересно, в интернете я открыл фотографии, как будто мы, наши брали. Мамутовский директор музея увидал у меня. Просила, просила, я не дал. И вот так вот с размаху били. Догоняли волка. Это все это. Я с ударил по череп. И череп гребези. А это с человеком бились. Кистень. Вот он, размер его. Вот она, где держится. Пожалуйста, я ребятишкам даю, напахнуться, ударить один раз по пеньку. Ну, подержите-ка на руке. Ты скажи, я кистень держал. Это мы на Игоровом поле нашли несколько лет назад. Посмотри. Так, эту игрушку передай другим. Подержите. Как убивают людей. Это на волков. И посмотри, цепь как заварена. Как будто электросварка была. Вот это были постера. На лошадях. На лошадях. На волков. Семен Михайлович, ты сварки, тядки делал. И колеса. Появлено. Поставили ходить. Никакой сварки не было. Так, попутал. Али телефон запишите себе. 8. Вам угодиться может. 8. 9. 2. 3. Пишите, потом искать будете. 7. 2. 9. 9. 1. 9. 0. Позовете Антона Сергеевича. Это ваш участок Викторчины. Новый. Его не было там, после Афонина. Он своей рукой написал, он мне дал, когда начальник уголовного розыска был. Через него можете легко выйти на милицию, вызвать и прочее. Кто не записал? Повторяю. 8. 923. 729. 91. 90. Вот. На сегодня я говорил, зимой наблюдать за домами. Куча шкресов разовых. Калашников в доме. И прямо в самом доме, там где баня, разжигали костер. Видите, охотники зимой приезжают. Я говорил, что сегодня делать. С ними беседовать надо, чтобы они свою какую-то избушку сделали. Если можно, там где фермера. Привезли в огоньчик. Или вы к себе их приглашаете. Слышите? Все, пошел. 21-я глава. Все, подожди, хватит. Все, давай. Остановись. Скажи, Иначе, Машин. Слышу. Собрание, Машин. Спасибо. Спасибо. Спасибо.